Всем привет! Это Айдар Усманов на Универ Ньюз. И сегодня мы покажем и расскажем о многом интересном и познавательном. Не пропусти! Пришел, увидел и вылечил. КФУ посетил мэр города Харбин. Круто ты попал на Ти-Ви. Новостная программа Универ Ньюз в поиске новых талантов. Стремление к свободе требует камер. В Казани открылся фестиваль мусульманского кино. Казанский университет посетил мэр крупного политического, экономического, административного и научного центра Китая. Чем удивил почетного гостя КФУ на этот раз, расскажет Аделя Мухаммедшина. Казанский федеральный университет продолжает принимать в своих стенах важных гостей. Делегации из города Харбин во главе с мэром Сунсибин прибыли в КФУ в ознакомительных целях. Особый интерес гостей вызвал Институт фундаментальной медицины и биологии, а в частности Центр симуляционного и имитационного обучения. Делегатам продемонстрировали возможности центра, рассказали о проведенной в УЗИ модернизации, коснувшейся всех предметных областей, участии в проекте 5.100, новой системе управления научными проектами, а также продемонстрированы технологии по обучению студентов-медиков на роботах-симуляторах. Делегаты не побоялись на несколько минут примерить на себя роль медика и провести тренировочную операцию. Все это и не только оставило большое впечатление от увиденного. Также гости не прошли мимо Центра медицинской науки компании Эйдос, где выпускники КФУ разрабатывают симуляторы и программное обеспечение, востребованные мировым рынком. Увиденное подарило делегатам массу впечатлений. И, конечно же, мэру Харбины есть над чем поразмышлять, ведь взаимодействие с медицинским институтом наверняка позволит многому научиться и многое перенять. Аделя Мухаммедовична Руслан Урозаев, Универньюз. Что интересного рассказывает нам всемирная паутина сегодня? Давайте узнаем в нашей традиционной рубрике Вебньюз. КФУ попал в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Проголосовать за Казанский университет можно на сайте Твоя Россия РФ до 7 октября. С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт КФУ проводят восьмые международные цветаевские чтения «Душа, не знающие меры». В рамках конференции запланирована обширная культурная программа. Выпускница Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, закончив ВУЗ, поступила на бюджет в технический университет Эльминау в Германии. Успеху поспособствовала германская служба академических обменов. КНИТУ КАИ выпустил первых магистров Германно-Российского института новых технологий. 6 сентября прошли торжественные мероприятия, а лучших выпускников наградили преподаватели с российской и немецкой сторон. В Казани завершился Кубок России по пляжному регби. Новым чемпионом 2016 года стала татарстанская команда «Динамо Энергия». В набережных Челнах открыли сухой фонтан. Это единственный фонтан в Татарстане, у которого струи воды достигают высоты в 3 метра. В Казани начали производство лекарства-аналога для лечения ВИЧ и рака. Медицинская продукция дженерики будет на 30% дешевле импортной продукции. Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» проходит в Казани. В этом году на нем выступили творческие коллективы столичных школ и интернатов и представлен первый сборник стихов, написанных воспитанниками специализированных учреждений. Казань претендует на звание самого доброго города России. В столице стартовала «Неделя добра» – общегородская акция, посвященная благотворительности. Душа, не знающая меры. В Елабуге стартовали цветаевские чтения, которые собрали гостей со всей России и из-за рубежа. Более ста ученых и специалистов, исследователей жизни и творчества Марии Цветаевой собрались в Елабуге на восьмые международные цветаевские чтения. На период с 5 по 9 сентября всех гостей ждет обширная культурная программа – экскурсии по тысячелетней Елабуге, посещение музеев, цветаевских мест и художественных выставок. Чтение проводится один раз в два года и собирают гостей со всей России, а также стран зарубежья, среди которых сотрудники цветаевских музеев, актеры, музыканты, поэты и биографы. Начались чтения с моноспектакля актрисы Татьяны Горчаковой. В этот вечер прозвучали стихотворения русской поэтессы «Есть счастливица и счастливцы», «Христос и Бог», «Солнце одно», «Бабушка», а также отрывок из повести о Сонечке. Кроме чтения произведений Марины Цветаевой, актриса также спела трогательные песни собственного сочинения. По мнению многих зрителей, сегодня в исполнении Татьяны Горчаковой прозвучали очень сложные стихи, которые достаточно трудно петь и, возможно, только с огромной любовью к автору этих строк. Камиль Абдулин, Денис Сипаилов, Универньюз. Пока звезды мирового масштаба покоряют сердца поклонников на Венецианском кинофестивале, в столице Татарстана стартовал 12-й международный фестиваль мусульманского кино. Казань вновь стала центром пересечения и мировых культур, и духовных традиций, точкой притяжения для профессионалов и любителей кино. На открытие фестиваля побывал и наш корреспондент Анастасия Иванова. Задуманный 11 лет назад, сегодня Международный фестиваль мусульманского кино – это большой, признаваемый в большинстве мусульманских стран фестиваль. Цифры говорят сами за себя. На конкурс было подано более 700 заявок. В итоге конкурсным просмотром было допущено 60 фильмов из 33 стран мира. Критерий отбора, в отличие от других кинофестивалей, здесь особый. Фильм должен нести миротворческие идеи, преповедовать толерантность и традиционные нравственные ценности. Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана уже в 12-й раз. Девиз его остается неизменным через диалог культур к культуре диалога. Ведь именно сегодня необходимо наладить душевный диалог разных народов. Символическим стартом программы форума стал показ фильма иранского режиссера Маджида Маджиди «Мухаммед. Посланник Всевышнего». Картина, над которой создатели работали 10 лет, является самым дорогостоящим и трудоемким проектом в истории иранского кино. Фильм получил широкое признание публики в разных странах и был номинирован на премию «Оскар». Фильм, посвященный детству пророка, представляет собой яркую палитру малоизвестного на Западе исторического периода возникновения ислама. Кинокритик Сергей Лаврентьев отметил уникальность картин фестиваля. Они говорят зрителю о человеческом отношении, вопреки тому, что в реальности жители этих стран сейчас поставлены в нечеловеческие условия. Так, в Сирии, где идет война, казалось бы, и вовсе не должно быть кинематограф. Однако он есть и представлен на сегодняшнем фестивале. Проблемы реальных людей, у которых какие-то вещи происходят в жизни, которые на жизнь и мы сами влияют. На церемонии открытия международного фестиваля мусульманского кино прошли презентации конкурсных программ. Зрителям были представлены призы, статуэтки девушек, в костюмах которых переплетаются мотивы национального татарского орнамента и мусульманской символики. А головные уборы повторяют силуэт знаменитой казанской башни Сюмбике. По звездной дорожке фестиваля прошли известные режиссеры Александр Прошкин, Юрий Быков, Константин Лопушанский, актеры Юрий Назаров, Людмила Хитяева и многие другие. Почетные гости фестиваля познакомились с культурой мусульманских народов и даже научились здороваться на татарском языке. Мы на этой удивительной земле, это такая радость, несколько часов, но уже влюбились и в землю, и в людей, потому что нас так принимают. И в историю, потому что мы, да мы едины, Господи. Играчно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Казанский международный фестиваль мусульманского кино – это фестиваль зрительский. В отличие, например, от известного всем, Каннского фестиваля ориентированного на профессионалов. Здесь каждый может познакомиться с религией и культурой мусульман, пережить их жизнь вместе с героями кинофильмов. Помимо конкурсной программы, для зрителя подготовлены встречи с режиссерами и известными кинокритиками. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. А следующая новость – бомба! Друзья, наш канал ищет свежие лица. Заинтриговал? Тогда смотри следующий сюжет. Для всех, кто с детства мечтал стоять перед камерой и стать частью большой и дружной команды. У вас есть уникальная возможность стать лицом студенческого телевидения Казанского федерального университета. Телеканал «Универс смотри» приглашает всех желающих на кастинг ведущих выпуска новостей. 28 сентября с 13 до 17.00 приходи по адресу улица профессора Нужина 1-37 и прояви свои таланты. У тебя еще есть время потренировать дикцию и блистать в эфире самого молодежного канала Казани. А теперь небольшой мастер-класс от одной из наших ведущих Ксюши Цзен. Казанский университет во все времена служил катализатором для кристаллизации выдающихся талантов. Александр Касимович Касимбек крался к китайско-манжурским фантасмагорическим манускриптом, в то время как Карл Карлович Клаус, прочувствовавшись русской традицией, открывал Рутений, нареченный в честь Родины. А позже, тем же днем, увенчивал обескураживающим прозвищем великий химик, разнервничавшегося Александра Михайловича Бутлерова, который потом, будучи ректором, экстраординарным профессором и лепидоптерологом, впервые синтезировал гексаметилентетрамин и треоксиметилен, сгенерировав постулаты теории химического строения органических веществ. Полную версию этой скороговорки вы можете увидеть на нашем канале в YouTube или на официальном сайте КФУ. Диана Вакян, Универ Ньюс. На этом выпуск подошел к концу. Думаю, пора прощаться. Желаю первокурсникам больше добрых преподавателей, а старичкам лекции покороче. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова